Всем доброго времени суток! Сегодня 27 октября, воскресенье, на улице, тоже, как ни странно, 27 градусов. Ветра нет, прямо тёпленько, тёпленько, душевно, чудно. Муж сказал мне обязательно всех поздравить с Днём Водителя, кто причисляет себя к этому празднику. На дороге только удачи, спокойствия и беспроисшествий. А мы движемся в сторону нового магазина. Две недели назад, да, наверное, мы были? Ну вот, ещё раз решили почтить его своим присутствием. Честно, я хочу купить, что-то мне прям в голове застряла, та голова форели, которую я увидела. Охота мне её вот так разрезать, распять и обжарить. Когда-то давно я так один раз пробовала щучью голову, и было очень вкусно. Как вот на сковородке, как цыплёнка табака, в общем, под прессом. И вот теперь решила до форели добраться. Дочь со своим семейством сегодня уехали на завтрак. Ну, в Турции вообще существует такая традиция, именно по субботным воскресеньям, особенно по воскресеньям, выезжать всем семейством на завтрак. Обычно это бывает за городом, в каких-нибудь, ну, таких, типа, деревенских домах, кафешках, но это всё стерилизовано. Там много для деток чего интересного. Какие-нибудь организовывают мини-зоопарки, детские площадки, что тоже для привлечения клиентов. И гуляют курочки, ну, такая атмосфера сельская, уютная, домашняя. Всё это готовят. Тут же при тебе. Но мы, мягко сказать, скептически относимся вот к этим турецким завтракам. В каком плане? По большому счёту, там нечего есть. То есть это будет 16 тарелочек, а не вот такого размера маленького, розеточки такие я бы назвала даже, в которых будет лежать 5 маслинок, 4 грецких ореха, столовая ложка мёда, ещё плюс 4 разных вида варенья, сыр, 3 кусочка. Неважно, сколько вы пришли человек. Ну, вообще, бывает, там на четверых завтрак, на шестерых там. Но в любом случае, то есть, как-то... Мне кажется, если даже вы с шестером пришли... Ё-моё, боже, 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 боже. Слушай, как активно. Не будет сейчас кусочков сыра. Масло. Хлеб. И... Бесчётное количество литров чая. Но ещё и это всё... А потом дополнительно, если ты хочешь, то можешь взять яичницу. Редко, когда входит яичница тоже. Вот в этот набор, комплект, то, что я назвала. Или отварные яичница, или жареные. А так, дополнительно ещё можем взять там пищи. Это такие турецкие пышки. Кёс для мея. Это уже дополнительно берётся. И весь этот завтрак всегда стоит примерно тысячу лир. Вот. То есть это просто какая-то атмосфера. Для меня это какие-то игрульки-мультипульки. А не чтобы позавтракать. Они нас звали с собой. И мы всю ночь не спали и думали, стоит нам ехать или нет. Но потом утром решили, что не поедем. Какое-то новое заведение Юна нашла. И они поехали его тестировать. Туда платишь за вход и безлимитная еда. Вот по концепции отельный. All inclusive. На одного человека стоит 380 лир на взрослого. То есть если я круглик, грубо, то нам с мужем 800 лир. А у нас предстоят другие траты в ноябре. Такие как... В НЖ у ноутбука сломался шнур. То есть надо приобрести вот шнур. Батарейка там давно уже умерла. И может быть рассмотрим вариант еще покупки батареи. Смотря сколько это стоит. Потом. Так, что еще интересного? Эстрад. День рождения. Так же еще. Наверное, я планирую снова задружиться с томатологом. Давно не было. Вдруг он скучает без нас, голодает без наших денег. Надо поддержать стоматолога в Турции. Что-то там у меня где-то откололось. Поэтому предстоят другие траты. Не только на медицинскую страховку еще госпошлину оплачивать. Поэтому мы решили, что мы не поедем. Я прекрасно приготовила дома завтрак. Были оладьи. Пирог доедали. Который вчера я с капустой потряпала. М-м-м, вкусный. Рецепт был на канале. Ой. Колбаску обжарила. Маслины чудные. Которые свате передала. Вот и все. То есть на завтрак было все и даже больше. Кофеек. А, кстати, я Юну попросила. И она скинула. Как-то мы не завтракали в небольшой ролик. Я вам сейчас его прикреплю. В общем, всем здравствуйте. Сегодня мы с семьей решили посетить завтрак. Конечно же, тут уже мы покушали и осталось очень мало разновидностей. Тут были яйца, сосиски. Здесь у нас были такие помидоры запеченные с сыром. Картофель фри, перца. Турецкие пищи, пончики. Здесь был менемен. Его периодически пополняют разновидности сыров. Петрушка, кинза, мята. То есть турки очень любят на завтрак мешать себе тарелки с зеленью. Это все здесь можно набирать несколько раз. Кто сколько хочет, естественно. Концепция идет как отельная. Разные колбасы. Здесь тут же выпекают пироги, буреки, да, турецкие. И, соответственно, миллион разновидностей оливок. Мед, варенье, шоколад, пекмес, тахин, огурцы, помидоры, фрукты. Зал где-то достаточно такой большой. Само по себе это как ресторан. Дети у нас уже ушли на улицу. Ну, получается, здесь и чай. Тоже все включено. Со взрослого по 380 лир. Кемаль бесплатно до 5 лет. И сальмины по 200 лир. Вот. Сытые, довольные. Главное, что готовила не я и убираю тоже не я. Поэтому, в принципе, можно сходить. Посмотрели ролик? Ребятня уже ушла там играть у юной. Как я уже сказала, там есть площадка для деток. Ну, неплохо. Но мы не пожалели, что мы не поехали. Вот в этот магазин мы идем. Меня спрашивали, где находится. Ну, вот здесь. Гази-бульвар. Переходить будем дорогу потом там под мостом по светофору. Не захотел муж по этому мосту идти. Смущает лифт. Вчера приезжали сват из деревни. Ой, ну, с дачи. Сват-то... Он быстро крутанется. Он даже, бывает, и не заходит. Оставляет там пакеты. С чем-то полезным. И уезжает по своим... По своим каким-то делам, накопившимся в городе. А сватя пробыла в гостях несколько часов. Юна была на работе. А мы ее угощали. В очередной раз я накормила ее борщом. Борщом. Да у нас была хреновая закуска, представляете? Альмина там активно тоже так поела борщик. А там она то бывает вредничает. А тут так прям активно поела. Хлеб макала бы хреновину. Я очень была удивлена. В общем, поучала сватю, как следует есть хреновую закуску. Первый раз она ела. Сказала, что это напоминает, допустим, редьку или редиску. Я не согласна, конечно, с этим. Но ей что-то это напомнило. Я имею в виду сам хрен. Потом я еще даже ее и горчицей угостила. Тоже ей было интересно. Она ни разу это не пробовала. Тем более, это другой вид остроты. Горчица. Положили свату на пробу. Ой. Ложечку горчицы. И хреновину. Он любитель остренького. Пирог ей очень понравился. Они же такие не делают пироги, поэтому... Она уточнила у меня рецепт. И довольная забрала его в свою копилку. Да, сейчас так прячу телефон. Пошли мы налево под мост. Ух. Вот так вот под мостом. Ух. Все. Живы-здоровы. Дорогу перешли. Много тут тоже желающих посетить магазин, да? Не выключить машин. Ага. Ну, к машинам подвозили. Сегодня здесь прям аншлаг людей много. Людей, товаров. Так, что там? Ну, посмотрим. Так, а где головы-то? Где? Это же не голова. А что это? Сюда смотрю. Ну, все. Мы выбрали. Две вот эти вот головешки обошлись 47 лир. Надеюсь, что нам будет вкусно. Такая смачная выкладка мяса. Котлеты. И, между прочим, ну, подешевле. Да, да, да. А вот. И там, а как-то 850 стоит. То есть целый килограмм можно вместо завтрака купить. Баранинки. Хлебушек купили горячий. Ну, что-то я не поняла. 12, ладно. Обычные 9. Ну, ладно. Котлеты, по-моему, 450. Луку мы здесь брали. Ну, не этот, а немного другой. Свежий, вкусный был. Орехи разные. Вкусный. Главное, что свежий. Не стали мы долго бродить по посудам и так дальше. Так вот тоже расцвел. Вот расцвел какой. Красавец. Такой какой-то. Я даже охарактеризовать не могу. А павлин-то? Два пера каких-то. Такой привлекательный. Что, дойдут оттуда? Хорошо? Там вон еще, видите, сколько расцвело. Подяните. Урок ботаники. Все они такие непышные, как-то, но привлекательные. Красавчики. Ладно, пойдемте дорогу переходить. Нам еще в другой магазин надо зайти сегодня. Распродажи наших любимых пирогов. Я неоднократно показывала такие маленькие с баклажанами. Они бывают с картофелем, с сыром, со шпинатом, с тахином. Такие сладенькие с тахином. Ну, вкусные. Что, будем переходить? Идем вдоль дороги. Ладно, не буду оборачиваться назад. Мы сейчас вот по такой же дороге идем и вот там спускаемся. И, видите, вот машины стоят, светофор. И полицейские на мотоцикле стояли, ведь ждали, пока мы вот эту пройдем дорожку, чтобы потом на нее заехать и поехать дальше по своим делам. Ну, правила, правила. Где же вы правила? Прям летушка-лето сегодня. Как июль месяц у нас в Сибири. Даже горы, видать. Ну, вот мы дошли до магазина, в котором пироги продаются по великой скидке. Сколько я тебе вчера говорила? Нет, 60 они, по-моему, стали стоить. А со скидкой 45. То есть выгодно. Но для этого на телефоне должно быть установлено приложение, которое называется «Ходы», что ли. считывается вот этот вот код, ну и все. Каждый день бывают какие-то интересные предложения, да. Всякие разные. И бытовая химия, и продукты. Мы в этом магазине, может быть, раз были, то есть он переделали, да. Ну, в общем, надо найти прилавок с пирогами и приобрести. Нашли, нашли. Вот они, те самые пироги с баклажаном, со шпинатом, с картофелем. А вот этот вот, помните, я вам рассказывала историю про пирог, когда я сходила с сумочкой и вернулась без него. Вот она, та самая коробка, которая обычно режет пакеты. И я взяла сумочку и вернулась без пирога. Рано мы порадовались, покупка не удалась. Пироги остались в магазине. По кассе не проходила почему-то скидка. Может быть, это только в этом магазине. Может быть, что-то как-то замкнуло где-то. Должны быть по 45, а пробивалось по 90. Ой, по 60, пардон. По 60. То есть 90 за 2 мы должны были отдать, а получалось, что 120. А на такое мы не согласны. Поэтому идем недовольные без пирогов. Ну, сейчас в другой магазин этажей зайдем в систему, посмотрим. Получится, получится, не получится. Так никто без них с голоду не помрет. Вот так у нас еще и... Китайцы в районе проживают. Куда-то шагают. Тоже с тележкой. Оглядывают окрестности. Пойдем дальше, машина останавливается. Вот так вот. Мы уже дома, разумеется. Вот так выглядит рыба-табака. Это еще не окончательный вариант ее преображения. Жабры, конечно, выбросили, вытащили. В идеале вся композиция пирамида должна выглядеть вот так. Но, к сожалению, тут тарелка скользит и скатывается. Не знаю, чего-то сейчас будем думать. Или будет вот так вот Александр стоять. Ну вот, в идеале должно выглядеть вот так. Вот так это выглядит голова табака. Аппетитно, хрустяще. Как сейчас будет вкусно. Всего вам доброго. И до встречи в следующем солнечном осеннем видео.